Несмотря на ливень под зданием апелляционного суда, собралось более ста человек в поддержку Андрея Хаецкого, подозреваемого в деле о пожаре на Троицкой. Как только 22 мая Киевский суд отправил его в СИЗО, творческие общественные круги Одессы, Киева и других городов стали протестовать против такого решения. Родные Андрея говорят, что намерений скрываться у него не было, а из колледжа он уволился по состоянию здоровья. Он пошел на суд сам. Он когда узнал уже из СМИ о том, что его вдруг там собираются пытать в розыск, он с адвокатом пошел следователю по всем процедурам, как положено. У него была операция на сердце, у него искусственный метральный клапан. Накануне увольнения у него была сильная очень ангина, что дало осложнение, понятно, на сердце. И из-за этого как бы он уволился. Самого подозреваемого в зале не было. Оказалось, что Хаецкий был не против рассмотрения без него. Да и адвокаты на присутствии не настаивали. Вместо этого защитники принялись убеждают суд, что подозреваемый даже и не думал скрываться, как утверждает следствие. С 13 травня Андрія не было в местах Одессы, потому что он ездил в другое место до своей знакомой, у которой померла мать. И поэтому Андрія, когда стало про это известно, он поехал, чтобы ее поддерживать. Когда он вернулся и могла связаться, ему сообщил адвокат, что так, ей телефоновали, они пошли до следователя, чтобы узнать, в чем дело и каким образом его выкликают. До поездки в Винницу Андрей Хаецкий уезжал в декабре за границу. Тогда его адвокат уверял, что он придет, как только будет возможность, но этого не произошло, утверждают прокуроры. Уже в мае его местонахождение было неизвестно. Ходатайство о содержании подготовили до его добровольной явки. Було подано хлопотание про technicallyauthor и дозв très двух нардепов Сергея Калибошина и Анатолия Урубанского будет достаточно для освобождения подозреваемого Хаецкого из СИЗО. Эмоции родственников говорили сами за себя. Нардепы, которые отныне гарантируют явку и выполнение Хаецким всех обязанностей как подозреваемого, говорят, что их подопечный точно не из тех, кто пытается скрыться от правосудия. У меня особо не было никакого сомнева в том, чтобы брать Андрея на поруки, потому что я эту человеку особо знаю больше 10 лет, я знаю, что это порядная человек, что это абсолютно адекватная человек, которая будет выполнять все необходимые требования для следствия и никаким образом не будет и не планировали, и не планируют переховывать, что там еще сказали прокуроры. Андрей, я в этом полностью уверен, будет сотрудничать со следствием до полного его завершения и до того момента, пока суд вынесет свой вырок в качестве этого дела, кто действительно там виноват. По данным прокурора, Андрей Хаецкий отвечал за противопожарную проверку здания перед учебным годом и, согласно подписанного им акта, нарушений не было. Защита, разумеется, это отрицает. Напомню, пожар в колледже на Троицкой вспыхнул днем 4 декабря. Погибли 16 человек, включая пожарного Сергея Шатохина. Сейчас статус подозреваемых получили 4 человека – директор, завхоз и два преподавателя.